Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из старинных календарей, 22-й день месяца ветров 7525-го лета четверик, по одному из современных, 23 мая 2017 года, вторник. Начинаем живой эфир, который будет посвящён теме «Заветы ведрусов». Автор-сказительница Любава Николаевна Живая. Здравия тебе, Любава! Добрый вечер, дорогие друзья! Такой приятный, радостный голос, солнечный. Надеюсь, в таком же духе у нас пройдёт и вся наша передача, наполненная солнцем и радостью. Но для начала давай-ка всё-таки мы уточним, кто же такие ведрусы. Ведь сегодня как раз про них и будет идти речь, про ведрусов. Что это такое за течение ведрусов? Кто такие ведрусы? Кто себя может называть ведрусами? Какое направление жизнедеятельности ведрусы ведут и так далее и тому подобного, чтобы общую картину нам как-то для начала получить? По моим представлениям, ведрусы — это наши древние предки первоистоков, которые жили достаточно давно на Земле. Корень «вет» от слова «веда», «ведающий», «ведать» — это третья буква в нашей древней буквице. «Ведать» означает «знать безусловно», то есть «знать, не требующий доказательств». Как мы знаем, сейчас люди больше всего интересуются, конечно, доказательствами и наукой, а наши предки жили не так. И ведрусы не требовали доказательств, и не требовалось ничего доказывать другим, потому что они были соединены с бесконечным источником живой веды и могли получить информацию обо всём, из этого источника, о том, что было, о том, что есть, о том, что ещё даже, возможно, будет в будущем увидеть в пространстве разные варианты развития событий. И, соответственно, в этом состоянии им точно не нужно было доказывать научно очевидные вещи. И как раз сила и мудрость наших предков заключалась в том, что доказательства были просто не нужны. У них в сердцах была вера, вера вот этому бесконечному источнику божественной мудрости, хроникам Ясуни, которые хранят весь опыт Земли. И у них был вот этот канал, канал ведания, который позволял как раз получать ответы на все вопросы. И вот эта вера как раз соединяла ведрусов с родными богами, которые могли ответить им, подсказать в любой ситуации. И веда, которая шла из этого источника, она была живая. Живая, потому что была не только, скажем так, о том, что было, но и применительно к данному моменту времени. То есть вот мы можем понять, что если есть какие-то книги, веды, и в них сохранена веда, это, конечно, очень ценно. Но кто-то когда-то давно писал эти книги, а сейчас времена изменились, как бы изменились условия жизни, люди стали другими. И, конечно же, было бы неплохо получать эту веду от изначального источника. Применительно как раз к данному моменту. Это очень ценно, потому что можно принимать правильные решения, делать верные выборы. И вот наши предки, скажем так, давно, конечно, ушли с земли, но есть, скажем так, веда о том, что некоторые из них всё-таки смогли остаться, не выродиться. И произошло это особым способом, мы как раз будем об этом говорить. Сейчас духи наших предков сохранены в таких древних сооружениях, как дольмены. И многие воспринимают именно вот эти места силы, как источник мудрости, большие, скажем так, пространства любви, где можно получить веду от предков. Поэтому ведрусы — это те, кто ведает из божественного источника, ведающие русы, в моём понимании. Конечно же, ведрусы были разные. Кто-то мог получать веду по личным вопросам исключительно, а кто-то ведал какие-то космические знания. Всё зависит от уровня развития души и от того, насколько есть к этому предназначение, то есть насколько открыты хроники для конкретного человека. Сейчас течение ведрусов началось, как мы знаем, с книг Анастасии, с книг об Анастасии Мегре, Владимира Мегре. И, соответственно, мы тоже как авторы поддерживаем это направление, потому что считаем, что ведрусы, состояние ведруса — это истинное состояние человека на Земле, вот эта соединённость с родными богами даёт очень много сил, веды, возможности правильные выборы делать и творить счастливую жизнь. И ведём, собственно говоря, людей к этому состоянию через духовный рост, различные практики, через осознание и правильное мировоззрение, через традиции. Звучит всё хорошо, несколько настораживает часто упоминающий такой оборот «были». В прошедшем времени всё звучит. То есть «были наши предки», «вот ушли» и так далее. Ну кто-то остался, там-то остались, но вот это вот «были». А что сейчас, если в реальности с ними мало кто общается? Что же, ведрусов получается тогда нет в жизни? Ну сейчас как бы мы понимаем, оглядываясь вокруг, что состояние людей, в общем-то, не такое сильное, как ходят легенды о наших предках. И это как раз именно из-за того, что люди стали больше времени уделять не духовности, а именно материальному, и потеряли свою силу, потому что и Земля наша тоже силу теряет. И, соответственно, чтобы возродить своё состояние, нужно приложить достаточно духовных усилий к этому. И не каждый человек пока готов это сделать. Но есть те, которые, конечно, стремятся развивать себя с каждым днём, но сказать, что есть пока истинные ведрусы на Земле, достаточно трудно, потому что мы видим наших предков на очень высокого уровня, с очень высокими вибрациями, фактически полубогами. Хорошо. Выяснили основные моменты, из которых всё складывается. Теперь можно уже приступать к самой нашей беседе. Вернее так, я предлагаю тебе раскрыть тему, а потом мы с тобой уже побеседуем, и подключим наших радиослушателей и зрителей канала YouTube. Хорошо? Да, я с радостью расскажу. Тогда тебе микрофон приставляю. Благодарю. Я хочу рассказать, как мы договаривались, о том, что же случилось на закате славянской цивилизации и почему наши предки, скажем так, начали деградировать, и мы пришли к тому состоянию, которое есть у нас сейчас. Наверное, ни для кого не секрет среди слушателей, что есть разные периоды существования, развития на Земле, есть светлые времена, есть времена заката. И когда мы крутимся вот в этом коле от заката до рассвета, с нами происходят различные изменения, наши души обучаются и получают опыт. И поэтому для нас важно понимать, что когда светлые времена, ведрусы были в своей силе, и когда наступили времена заката, то есть пришли испытания, и не каждая душа смогла их выдержать. И как мы видим, в настоящем мы вообще практически сильно деградировали, несмотря на то, что там летаем в космос, и у нас есть мясорубки и так далее. По большому счёту мы растеряли свои утраченные способности, и волшебство, и магию, и образное мышление, и многие такие вещи, творчество даже. Даже если смотреть в общей массе людей. Это ни для кого не секрет. Я хотела бы раскрыть тему, почему так получилось. Конечно, мы не можем претендовать на безусловную истину, мы говорим о ведании, о тех знаниях, которые мы получили от предков, как они нам это рассказали с помощью канала ведания и общения с ними. Говорили они так, что сначала у них было всё хорошо. Они жили счастливо и развивались в единстве с богами, жили в триглаве, в единстве с природой, общинами, то есть в счастливой жизни, в гармонии со всеми своими частями. И вот в один момент, как раз когда стали наступать тёмные времена, получилось так, что души стали испытывать, скажем так, больше воздействия со стороны тёмных сил, чем, скажем так, в светлые времена. И многие души, находясь на этом высоком вибрационном уровне в светлые времена, немного подустали. Подустали от испытаний, и им захотелось чего-то более, скажем так, лёгкого, более лёгкого пути. Конечно же, они не сами к этому пришли, и если бы их никто не трогал, то они бы жили бы и жили. Но испытания, как говорится, испытаниями. И вот пришли некие космические силы из других мирностей, которые менее высоковибрационные, из нижних миров. И они устроили как раз испытания нашим предкам. Получилось так, что у предков сложилось, что их традиции не были догматичными. То есть традиции были как бы хорошими, работающими, ведущими к счастью, но не догматичными. И считалось так, что если традиция всю общину, ну или всё общество в целом устраивает, значит, она сохраняется. Если она перестаёт кого-то устраивать, то общим решением эта традиция меняется. И, соответственно, появились люди, чьи души, скажем так, захотели более лёгкого пути и более простого и интересного, потому что ведрузские пути никогда не были простыми. Они были всегда сложными, вели к развитию, но имеется в виду сложными не потому что сложью, а потому что трудными. Больше слово «трудный» подходит, потому что всё развитие для нас, наших душ и духа, род батюшка видит в преодолении. То есть без трения, скажем так, не рождается чего-то сильного, и это обязательно в духовном пути. И, скажем так, вот эти силы другие, испытательные будем их называть, они предложили более лёгкий путь, когда всё получается быстро и легко, и практики работают лучше и так далее. Но мы с вами можем это на себе прочувствовать, как-то иногда трудно читать молитвы, и как трудно читать колословые. Многим кажется, что это скучно, идёт такая духовная работа, и хочется заснуть, хочется отложить по каким-то причинам. И то же самое происходило с предками. И когда им предложили более высокоэффективные практики, они на это согласились. Конечно, согласились не все, а самые, как говорится, менее устойчивые. И этот процесс пошёл как бы в общинах. Как сказали предки, им сказали так, что хватит общаться с родными богами, родные боги — это всё-таки не высшая иерархия, и есть те, кто повыше родных богов. И можно переключиться на общение с ними. То есть вы достаточно уже выросли, как мы понимаем, в общем, зацепили за гордыню. И многие на это, скажем так, окупились и выбрали вот это вот общение с иерархами, якобы с иерархами света. А на самом деле за ними были завуалированы вот эти испытательные силы. И предки не все это поняли. То есть старейшины там, они, конечно же, поняли, что разобщение в общинах идёт к разрушению единства, а следовательно и защиты. Что такая быстрая смена традиций ни к чему хорошему не приводит. И боролись, в общем-то, за сохранение, за догматизм некий. А те молодые, скажем так, духовные лидеры, они, конечно, были за быстрые изменения. И какое-то время шли вот эти вот бои между ними, такие внутренние, внутриобщинные. И всё-таки, скажем так, лёгкий и простой путь стал для людей более, скажем так, понятен и приемлем, чем более трудный. И, соответственно, эти люди, получив духовные подарки, были привлечены на другую сторону. И вот древние волхвы, в общем-то, которые стояли на стороне традиций, ну, не сдались, как бы, а были побеждены общественным мнением. Вот так и прошло, собственно говоря, произошло отход от традиций и, соответственно, стало со временем насаждаться иное, ну, потому что не было такой стройной цельной системы. Начали приходить другие учения, наша вера размывалась, и, соответственно, народ слабел. Вот народ слабел и превращался в управляемые. Ну, соответственно, со временем пришло и христианство на Русь, и, собственно говоря, ну, из-за того, что нечего было особо противопоставить, то есть оно тоже имело место. Вот. Наши предки, конечно же, всё время сопротивлялись этому. Нельзя сказать, что все сдались, то есть постоянно шла духовная война, и она идёт до сих пор. То есть до сих пор как бы наш народ не побеждён. И сейчас вот как раз интересно то, что наши предки помогают нам возродить те утраченные знания, традиции, которые уже ни в каких книгах-то не сохранились и не остались, и их можно только из родовой памяти, из общения, из живой веды от родных богов восстановить. Вот так. Я считаю, что стоит упомянуть о подвиге наших предков. Вот те самые волхвы, которые видели, что происходит, они видели это за долгое время вперёд. То есть благодаря как раз каналу живой веды, хроникам Ясуни, они просматривали пространство вариантов и заранее поняли, что такое возможно. И колом волхвов обратились к роду батюшки, предложив найти решение этого вопроса, спасти землю от деградации. И, соответственно, род батюшка дал им тоже возможность для помощи потомкам в будущем. Сотворил для них возможность перехода в определённое духовное состояние, то есть тогда, когда их тело исчезает, но их дух и душа становятся привязанными к камням, как раз к дольменам, древним постройкам, которым от 10 тысяч лет назад были построены ведрусии. И там сохранять себя для того, чтобы, когда придёт нужный момент, нужное время, настанут светлые времена, начать помогать потомкам возродить мощь былой цивилизации. Что сейчас и происходит, потому что время пришло, и мы знаем, что рассвет уже наступает, он наступил. Наши предки совершили, на самом деле, большой духовный подвиг. И вот мы в книге писали со Святозаром, как нам один из предков рассказывал, как это произошло. В общем-то, в какой-то момент род батюшка решил предоставить ведрусам такую возможность и помочь им как раз перейти в это особое духовное состояние. И предки ушли в дольмены, и где-то все по-разному уходили в разное время, то есть начиная от 10 тысяч лет назад, когда ушли самые древние волхвы. И потом дольмены продолжали строиться, и самые лучшие, скажем так, из людей, живущих на земле, были удостоены такой чести тоже делать вот эти практики медитативные и уходить в дольмены. Поэтому сейчас мы имеем разные дольмены, различные конструкции, и есть среди них достаточно интересные, очень красиво сложные, есть какие-то попроще строения и постройки, но тем не менее это как раз зависит от того, в какое время это было и какова была сила творения как раз ведруса. В какое-то время разрешили уходить дольменам и женщинам ведрусам. Каждый из предков имеет свои определённые качества, свой опыт, свои настройки, и поэтому общение с дольменами такое разное до сих пор. То есть можно получить веду по разным вопросам, можно пообщаться по душам, можно почувствовать силу пространства любви, которая создана за вот эти тысячелетия, в поле дольменов. Ну вот люди чувствуют и оздоровление чувствуют, что канал ведания становится лучше. Мы проводим семинары по раскрытию дара ведания, и люди видят, как в пространстве в поле дольменов предки помогают как раз в принятии веды от родных богов и от них. И, соответственно, люди чувствуют усиление канала в этом пространстве. Идеальное место для раскрытия живой веды. И что самое интересное, что предки остались не просто так, они как раз остались для того, чтобы передать нам некие ключи, ключи для счастливой жизни. То, что они, скажем так, приняли когда-то от родных славянских богов, то, что живой веды, то, что они прожили, то, что сохранилось и использовалось многими поколениями предков. Скажем так, и самое важное, что они для нас сохранили, это вот этот золотой путь духовного восхождения ведрусов, который тоже является стройной системой водительства человека богами. То есть мы привыкли, что когда мы говорим о духовном росте, мы чаще всего имеем какую-то организацию, которая устраивает семинары, сделает какие-то практикумы, может быть, какие-то выясные мероприятия, праздники. А здесь же интересно тем, что обучение идёт родными богами нон-стоп, то есть прямо в жизни, и человек получает такое водительство духовное, и каждое событие, явление в его жизни становится испытанием или каким-то знаком, или возможностью увидеть прошлую карму или какие-то события. То есть это постоянный духовный рост без каких-то специальных для этого обучающих систем. И боги как бы видят нас круглосуточно, они видят нас и все наши поступки, читают наши мысли, знают, как с нами лучше взаимодействовать, с каждым из нас чувствуют нашу душу, сколько можно, скажем так, дать, а сколько, где нужно отпустить. И этим вот общение с богами очень интересно. Также родные боги, естественно, ведут нас путём нашего предназначения, простраивают варианты в пространстве вариантов для нашего развития, для того, чтобы приближаться к своему пути. Это тоже достаточно интересно, потому что сам человек в принципе сейчас не способен к такому самонаставлению, самонаправлению. Ну что сказать ещё, что вот хотелось бы сказать, что ключи, которые нам оставили наши предки, достаточно просты, понятны каждому человеку. Это живая веда, обязательность канала общения с родными богами, со всем мирозданием, общение с природой, с духами местности, с пространством любви, общение даже с вещами. То есть это непреложный атрибут ведруса, иметь такой канал. Соответственно, это осознанность, мы можем потом об этом поговорить, если будет интересно, в вопросах. Осознанность, я имею в виду то, что человек имеет стройную систему мировоззрения и понимает, какие он делает выборы. То есть в каждом моменте жизни в принципе присутствует выбор. И каждая мысль, которая приходит к нам, она приходит к нам из определенного источника. И человек осознанный должен уметь фильтровать эти мысли, понимать, какая, скажем, сила его склоняет к какому выбору. Соответственно, выбирать тоже ему надо и нести за этот выбор ответственность. И, казалось бы, даже самые простые выборы, элементарные, если их рассматривать потом пристально, они как раз и ведут человека либо к счастью, либо к разрушению, к саморазрушению. И, соответственно, ещё один ключ — это единство. Единство, предки наши, слово «единство» любят наши предки, любят боги. И, к сожалению, это то, чего сейчас так нету славян, и то, как раз, чему способствует, как я поняла, в целях славянское радио к объединению людей. Но единство, конечно, по виде от предков и богов начинается не вовне, оно начинается внутри, с единства в три главе. Три единства духа, души, сознания человека и тела. Ну, три главы. Дух, душа, тела, объединённые сознанием. И когда вот эти части человека договариваются друг с другом, тогда как раз и происходит, приходит сила настоящая, которая позволяет быть творцами и помогать даже другим мирам, то есть стать настоящими ведрусами, когда вот этот три главы выстраиваются. И, соответственно, такие цельные люди, они могут объединяться друг с другом, создавать пары высокого уровня, где соединены не только тела и души, но и дух у людей. И, соответственно, рождается единое целое третье в этих парах. Рождаются прекрасные дети, души которых призывают родители, как раз обеспечивая этот золотой путь бесконечного духовного восхождения, потому что так происходит, что родители призывают своих, например, бабушек или прадедушек, прабабушек, прародителей, чтобы они воплотились в их семье, и души воплощаются, живут жизнь, поднимаются до высокого уровня, настолько, насколько у них хватает сил, и потом могут спокойно уйти, отдохнуть в божественном мире и родиться снова, когда их призовут в следующий раз. То есть они не выпадают из школы перевоплощений, и род становится сильнее. И, соответственно, единство в роде, в роду. Отсюда и происходит. То есть от того, что каждый заинтересован в развитии друг друга, потому что родители заинтересованы в воспитании своих детей, бабушки заинтересованы, потому что эти же бабушки потом у детей родятся. То есть род связан друг с другом как раз вот этой божественной духовной составляющей роста. Потом единство, конечно же, в общинах. Единство духовное и для творения, для совместных праздников, для обрядов, для увеличения силы единства. Потом, когда общины соответственно цельны и объединены, они сотворяют, то им, конечно, интересно объединяться с другими общинами. И так рождается держава, большая, сильная, могучая страна, в которой все чувствуют единство друг с другом, любовь, заботятся о развитии духовном, материальном друг друга, о счастье, живут в счастливой стране. То есть единство тоже ключевое понятие. В общем-то, вот я рассказала какую-то основу, базу, как я чувствую, как думаю, что я ведаю. И мне бы хотелось сейчас, чтобы вы настроились попросить Алексея поставить песню «Путь тишины». Я немножко скажу о ней. Эта песня пришла на дольменах как раз. Путь тишины — это особое состояние наших предков, в котором они пребывали многие тысячелетия, но состояние безмолвия. То есть лишившись тела, они не могли говорить, но голос их слышен в веках, потому что он очень сильный, этот голос. Этот голос обращён к их потомкам, к нашему сейчас живущему поколению. И вот они сохраняли себя, создавали пространство, объединяли. В Краснодарском крае очень мощное пространство, поле дольменов создано в районе Геленджика, в селе Пшада, Возрождение, ну и там в окрестностях. Вот в Пшаде мы как раз от предков и приняли в деревне дольменов эту песню. Хотим с вами поделиться «Путь тишины». Хорошо. Ты расскажи, пожалуйста, кто исполняет эту песню для начала, и где она была записана? Не с точки зрения, где слова и музыка пришли, а как она была записана вот уже физически? Да. Песня, скажем так, исполняет девочка, моя дочь, Цветана Живая. Она, песня была записана, скажем так, не на студии, не профессионально. Надеюсь, что это не сильно расстроит ваш слух. Пока просто нет таких возможностей. Но я надеюсь, что ваши сердца настроятся на вибрации предков, почувствуют их. И если вы настроитесь, я надеюсь, что это в ваших сердцах эти слова найдут отклик. Да, это как раз тот самый случай, когда не надо ждать Монсеррат Кабалье в нашей студии с её феноменальными вокальными данными. А здесь главное всё-таки это то, что сейчас принято называть энергетикой, посыл, который в этой музыке, в этих словах находится и в самом исполнении. Давайте послушаем. Три минуты двадцать две секунды она будет длиться. Отдыхаем, наслаждаемся и дальше продолжаем передачу. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok